Удивительно, правда? Пастор Адам ездит в Африку, приезжает через две недели назад. Мы слышим свежее Слово с жизнью, и оно служит нашим сердцам. Удивительно. Также в Балтиморе мы понимаем, глядя на наше общество и то, что происходит в городах, странах, в частях мира, мы видим то, что опасно и понимаемо, мы видим справедливость, мы видим нарушение этого, мы видим отчаяние, мы видим политические направления и мнения, и много элементов, которые мы наблюдаем. То, о чем я бы хотел поговорить в это утро, согласуется с нашей серией проповедей со дня Пасхи, воскресения Христа и рождения Церкви. Что есть Церковь? Важность Церкви. Это насущное слово не только здесь, в Балтиморе, но и в каждом городе, в каждом центре, в каждой деревне, для каждого поколения, для каждой страны, каждой территории, каждого острова, каждой тюрьмы, каждого дома, для престарелых, для каждого поселения и джунглей, для каждой пустыни, для каждого места в мире, где есть люди. Церковь и чем она является, чрезвычайно, чрезвычайно могущественно, очень важно. Мы читаем об этом в книге Деяний, а также в посланиях. Очень значимо в дни, в которые мы живем, Церковь и то, чем она является. Мы построим проповедь на формировании принципа, наполним его, выразим, и вам нужно будет следовать в этом за мною, потому что мы не можем быть слишком многословны в объяснениях, но Дух вас будет учить, и вы поймете, что я говорю, что Дух Святой желает вам сказать и ободрить вас, и наставить во Христе, нашем Спасителе. Удивительно. Итак, мы начинаем, и я прошу вас открыть, для определения подпункта, книгу Даниила, вторую главу. И мы посмотрим на объяснение сна царя. Это был царь Новохудоносор. Никто не знал, о чем был сон, пока Даниил представил не только объяснение сна, но и то, что было во сне. Нет, царь был чрезвычайно серьезным человеком, он был невероятно жестким, немилосердным тираном. Он требовал, чтобы мудрецы сказали ему, что это был за сон. Все мудрецы ответили, но это невозможно, скажи нам, о чем был сон, и мы расскажем значение сна. Он ответил, но это легко, всякий может так сделать, но вы скажите, что было во сне. И Даниил так сделал, стих 31, тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Студенты Библии понимают, что это развитие общества через историю цивилизованных людей, переходящих от одного лидера головы к двум, мидо-персия, далее к четырем, и, наконец, к десяти пальцам из глины и железа. Затем мы видим часть, на которую я хочу, чтобы вы обратили внимание. Стих 34, «Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, и ударил выстукана в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах». Я полагаю, что вы знаете, что такое прах на летних гумнах. Это шелуха, развиваемая ветром, защищающая зерно пшеницы. Зерно – это пища. Другие части растения отхода не высыхают и не представляют никакой пищевой ценности. Они улетают, разлетаются. Таково слово Бога от цивилизации. Суровое слово. Не вдаваясь во множество деталей, потому что это не является основной частью проповеди, я хочу сказать, и я хочу, чтобы мы с вами понимали, что церковь, которая является скалой, отнятая без содействия рук, нет человека, который мог бы схватить камень. Церковь – Божья церковь. Церковь не была создана людьми. Церковь не контролируется людьми. Церковь – Божья церковь. Это камень, который поражает истукана. Истукан разбит, но более интересно, он становится прахом. Но как золото может стать прахом? Как серебро может быть прахом? Сейчас нам известны Микрософт, Интернет, всякого рода информационные технологии, сложная цивилизация людей, выстраиваемая тысячелетиями. Умные, талантливые мужчины и женщины, правительство, литература, кинофильмы, театры, умножающиеся знания умножаются, и люди движутся туда-сюда в последние дни. Посмотрите в главу 12, 4 стих. Это поразительно глубоко. «А ты, Даниил, сокрой слова эти и запечатай книгу эту до последнего времени». Многие прочитают ее на английском языке «будут метаться туда и сюда, и умножатся в ведении». Что? Последнее время? Последнее чему? Разрушению истука. Вы имеете в виду, что будет такой день, когда цивилизации мира разрушатся, разрушатся и будут развеяны, как прах, и будет камень, которому не будет конца. Посмотрите книгу Даниила, 2 главу, 35 стих. «Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следание осталось от них, а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю». Давайте повторим это. Последние времена люди будут передвигаться туда-сюда по земле. Они будут много передвигаться. Не было такого поколения, которое бы путешествовало больше, чем это. Не было таких людей, которые путешествовали бы больше, чем эти люди, живущие сегодня на земле. Они путешествуют, и вы знаете, что это значит. Второе, знание умножается астрономически. Эта цивилизация привела нас к невероятному рубежу. Мы видим, как это происходит день за днем. Но есть камень. Есть камень. Это слово из Евангелия от Матфея 16 главы. Когда Христос пришел, то его, по сути, дискредитировали и отбросили. Это Псалом 117, 22 стих. Псалом 118. Камень, который отвергли строители, саделался главою угла. Камень, который отвергли строители. Важно здесь задуматься и понять, что в древнем мире строили при помощи больших камней. Вы видите такие камни в пирамидах, в храме Соломона. Мы были в Израиле, спустились вниз, чтобы посмотреть на стену храма под землей. Стена плача над уровнем земли, а внизу, на глубине 10 метров, находятся камни, поддерживающие строение, уходящие глубоко вниз. Они размером с автобусы. Вот наша стена здесь, и если взять от двери отсюда, до этого места, это будет один камень в стене. Многотонные сооружения обрабатывали, как они это делали, как передвигались, и камни исследовали на наличие в них трещин, чтобы камень выдержал вес, имел ли он этот камень ценность. Христос был камнем, который отвергли строители, дискредитирован в том смысле, что, когда Израиль исследовал Христа, то они считали, что он был камнем с трещиной внутри, не способный выдержать груз, неприемлемый для них, не способный создать народ, не способный быть мессией. Он подлежал отвержению. В Израиле есть такие камни в каменоломниях. Они оставлены там за неимением нужды, они отвергнуты. Этот Христос, висевший на кресте, камень, который принял Бог, но он также тот, кого отверг Израиль. Более того, он также и тот, которого отверг род человеческий. Род человеческий созидает свою цивилизацию, свое царство или свой мир, который люди предпочитают или понимают, мудростью, которая дана этому роду человеческому и по его дизайну. Он пожелал жить и действовать, как мы это видим в этом мире. Очень талантливый и очень способный род. Но в первом Коринфянам, первой главе, есть очень интересный и важный стих. Откроем первое Коринфянам, первую главу, 21 стих. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, он создал человека таким образом, что человек по своему разумению и своей мудрости не сможет познать Бога. Когда человек был в Эдемском саду, то замысел для него был, чтобы он знал Бога. Но когда человек согрешил, он все еще сохранял замысел в его интеллектуальности и способности, в амбициях и направлении. Но это было фальсифицировано. Так что он в действительности не знает путь, и поэтому Бог в своей мудрости решил, что человек в собственной мудрости не может познать Бога. Человек может высадить человека на Луне, но он не может познать Бога. Он может построить общество, на которое мы можем смотреть по телевидению или на компьютере, но он не знает Бога. Вы скажете, «Пастор, как такое может быть? Разве он не знает Бога?» Ответ – «Нет, он не знает Бога». Но он знает много. Знание увеличивается экспоненциально. Но как насчет настоящего знания, знания, которое приносит отличия, знания, которые приносят удовольствие Богу? Вот это на кресте выглядит, как глупец. Он отвергнут нашим обществом. Человек, умерший там, это премудрость Бога и сила Бога. Но человек без Бога не знает в действительности, что происходит. Он знает науку, он может расщепить атом, он дает наименование веща в названиях, терминах. Терминология растет в биологии, экономике, физиологии, все эти языки. Человек преуспел в раздаче имен и объяснений, но он не знает. он не знает Бога. А для нас Бог означает все. Какая выгода человеку, если он приобретет весь мир, будет знать все, но не знает Творца? Какая польза для человека, когда он знает так много, но на самом деле не знает цель Бога. Напишем два слова. Фальсификация. То есть, использовать что-то вопреки замыслу. Годы я размышлял над иллюстрацией, пришел к одной, и думаю, что мы можем использовать ее. Автомобиль Мерседес-Бенц серии 500-й, высокого качества, очень дорогая машина, а для корабля в Балтиморской гавани нужен якорь. Они подъезжают на машине к кораблю, просовывают цепь через одно окно в другое, закрепляют ее, поднимают вверх, и с борта корабля свисает автомобиль Мерседес-Бенц. Корабль отплывает немного в море, бросает якорь, машина отправляется под воду, на дно, лежит там, рыбы проплывают через окна. Это работает? Не знаю, зависит от физических данных этого, но это весомо, в какой-то степени это может удерживать, не знаю, я не моряк, но я хочу сказать, что люди могут жить, но в неверном смысле. Люди, сотворенные по образу Божьему, могут воспроизводить себя, но какие у них семьи? Они могут учиться, но что они изучают? Они могут любить, но что это за любовь? Они могут иметь надежду, но в чем их надежда? Во что они верят? Какая ложь? Какое злоупотребление? какая фальсификация? Конечно, люди могут жить, но разве это правильно? Библия говорит, что у человека вся голова в язвах, и далее продолжается, и сердце исчахло. Книга Исаии, первая глава, пятый стих. Его голова больна, поэтому он не может понять. Да, он может быть фальсифицирован, жить здесь, но будет ли он в действительности удовлетворен, находится ли он здесь по истинной причине? Истукан, которого видел во сне Даниил, был подобен образу царя. Один человек, но у него много частей, часть за частью. Но когда вы в том облике того человека, то я говорю вам, что вы фальсифицированы, независимо от того, насколько вы выдающаяся личность, насколько вы успешны, каким начальником вы являетесь, какой вы атлет, насколько вы прекрасны, насколько состоятельны, насколько бедны, и вы, и я искажены этим грехом. Наш грех – вот проблема. Мы отчуждены от Бога, создавшего нас, и поэтому тот камень маленький, потому что посмотрите на это, распятый Христос – это камень, который был взят без содействия рук человека. Христос был взращен Его Отцом. Христос был забран Богом и был поставлен, чтобы быть скалой, камнем, который в завершении сотворит суть над народами мира, но более того, камень становится великой горой. Удивительно. Откроем Евангелие от Матфея 16 главу. Итак, мы говорили, что одно слово – это фальсификация, а второе слово, и мы перейдем к нему через минуту, это горючее. В скобках я поставлю «Мерседес». «Мерседес». Это просто. Человек потерян, он фальсифицирован в его замысле, но даже если бы вы исправили его, он все равно пустой сосуд. С ним что-то не в порядке, колесо слетело, нет двери, двигатель накрылся, но когда вы отремонтировали эту машину, она все равно не заработает без горючего, и это вторая проблема, которая есть у человека. Книга Иеремии, 2 глава, 13 стих, не только высеченные водоемы разбиты, но нет и водоноса для водоема. Нет источника. Человек нуждается не только в том, чтобы его направили верно, но ему нужно быть наполненным. Он нуждается не только в том, чтобы быть поставленным и используемым для правильной цели, но он нуждается в том, чтобы он был наполнен Богом, чтобы Бог мог мотивировать человека, чтобы он был тем, кем он есть. Требуется не только направить его ум, но его ум должен быть питаем. Требуется не только исправить сердце, нам дано новое сердце, но это сердце должно быть под влиянием живущего Святого Духа, который пришел к нам и крестил в Христа, в Церковь. Матфея 16, 13. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Под именем Сын Человеческий наиболее часто Иисус говорил о Себе. Обычно Он не называл Себя Мессией, но Он так сделал в разговоре с женщиной у колодца, а также перед Синедрионом, что Он был Сын Божий, Мессия. И что вы увидите Его грядущим снова с ангелами, и Он придет на облаках. Мы знаем это о Его природе, что Он был Богом, и тем не менее Он говорит о Себе, как о Сыне Человеческом. Он хотел отождествиться с человеком. Он хотел сказать, «Я человек! Я человек! Я такой же, как вы! Я человек!» Посмотрим на наши слова здесь. «Я не такой человек, который фальсифицирован. Я человек, который используем Богом для Его замысла и цели. Я человек, у которого ум используется Богом. Я человек, чье сердце не такое, как ваше. Но я человек, я камень, который взят Богом и станет великой горой». Стих 14. Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию, или за одного из пророков». Что это означает? Это означает, что люди посредством наблюдения не могут понять, кто этот человек. Впечатление. У меня складывается впечатление, что он Илья, или у меня впечатление, что он похож на Иеремию, или же он сам Иеремия. В еврейской теологии они не верят в реинкарнацию. Они не верят, что человек возвратится и будет другим человеком, что это действительно Илья, но он приходит снова. Они верят, что реинкарнации нет. Человеку должно умереть один раз, и затем суд. Евреям 9 глава. Откуда же это приходит? Когда люди не знают, то все, что они делают, это предположение. Это был разговор на улице. В разговоре на улице можно даже получить некоторые знания от того или иного разговора, но оказаться совершенно заблуждающимся, поэтому у нас открытая Библия. Парикмахер, владелец магазина, клуб здоровья, бар, кинофильм, философ в университете, они все могут говорить и выражать себя, и говорить все, что захотят. Но вот здесь приходит большая реальность. Посмотрите, стих 15, он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Мне кажется, в одном из Евангелий Иисус спрашивает Петра, «За кого ты почитаешь Меня?» Здесь он обратился ко всем ученикам. Возможно, он смотрел на Петра, «За кого вы почитаете Меня?» В любом случае, Петр воспринял это. Был миг, когда он понял. Возможно, у него было возрастающее понимание, и вот Святой Дух теперь сошел на него таким образом, что он говорит это со всей ясностью, звенящим голосом, как звон колокола, «Ты Христос». Тот отвергнутый камень, который провозглашен учеником Петром, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Петр не сказал этого, но я говорю это в нашем контексте, «Ты будешь тем, кто покажет нам, кто мы на самом деле, и мы не будем фальсифицированы нашим грехом или миром или самим дьяволом. Мы не будем висеть на дереве повешенными, униженными, осмеянными и отвергнутыми, или поднятыми на престол гордыни и думать так надменно о самих себе, но Ты объяснишь это правильно для нас. Ты не только сделаешь нас правыми, но мы будем заправленными. Горючее появится. Ты Христос. Для всякого, кто поверит, Его жизнь меняется, потому что для этого Ты пришел для нас. Стих 16. Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен Ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли Тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах». Я думал, сколько времени необходимо, чтобы церковь умерла? Например, наша церковь, Грейт и Грейс, сколько времени понадобится нам, чтобы умереть? Если бы мы остановились, если бы Святой Дух остановил свою работу сегодня, если бы Святой Дух больше никогда бы не разговаривал с нами, нас развеяло бы ветром. Понадобилось бы, возможно, 20 лет. Это заняло бы некоторое время, 30 лет. Это могло бы быть и несколько лет. И все было бы кончено. Мы бы все ушли. Но церковь не умирает. Мы бы пошли своим путем. У нас была бы программа, и мы бы действовали по программе, но без силы Святого Духа, без откровения Христа. И вот проходит поколение тех, кто знал Христа. Они ушли. И вот новые люди, они не знают, кто такой Христос. Они обращаются к традициям, к разным действиям, возможно, проводят водное крещение, причастие. Но представьте, если бы там не было Святого Духа. Он был бы огорчен людьми, потому что люди не веровали бы в Христа, они проходили бы через это механически как религиозные упражнения. Я не говорю, что люди, которые занимаются религиозными практиками, не тянутся к Богу. Многие из них ищут, но я также говорю и верю, что Святой Дух там, чтобы говорить с ними. Хотя я должен сказать, что в моей жизни, когда я был частью этого, у меня были только какие-то разрозненные идеи, но не было доктринального понимания, не было жизни, которая бы была изменена, не было откровения Иисуса. Я называл имя Иисуса каждое воскресенье, но затем, после того, как я поверил, принял Его, тогда я мог сказать, что имя Иисуса постоянно было у меня на устах в общении и в благодарности. Временами там и здесь, на улице или на прогулке, в машине или на коленях, или с вами, и мы знаем, кто такой Иисус. Но такое не может произойти, пока не откроет Отец. Стих 18. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою». Слово «Петр» означает «камень». «Скала» – это другое слово. «Скала», например, «скала Гибралтара», «могучее образование». Слово «камень» используется в первом послании Петра во второй главе, также и для верующих. Мы живые камни, как мы говорили раньше, камни храма, и вот мы теперь такие камни. Но скала, проверенный краеугольный камень, основа, это ссылка на строительство всей конструкции, крест, личность Христа. Именно здесь Бог решил сделать нечто совершенно отличающееся от дел цивилизации, в которой суть была человек без Бога, человек, изначально действующий в своей силе и способностях, но без знания Бога. И вот Бог говорит нам в этом тексте, «Я построю мою церковь, и на этом камне, на этом откровении, кто я, на этом понимании Святого Духа, и когда вы познаете, кто я, тогда это церковь, церковь, это та группа людей, которые знают, кто есть Христос, верящие в Него, доверяющие Ему, и имеющие уверенность, убежденность, и понимание. Да, мы все еще можем иметь свое неверие временами. Да, у нас есть свои вопросы, но мы подобны Петру в этой истории. У нас есть этот момент, когда мы говорим, «Да, Ты Христос, Ты Христос, Ты ответ для человеческого рода. Он нужен для драгоценных людей в Балтиморе. Это не происходит с каждым, но Бог Отец знает, и Он избирает. Бог Сын пришел, чтобы заплатить цену искупления для всех, и затем Святой Дух приходит для всякого, кто поверит и открывает нам «Кто есть Христос?» Наше Царство не от этого мира. Евангелие от Иоанна, 18 глава. Вы помните, когда Христос сказал это Понтию Пилату? Царство мое не от этого мира, иначе мои служители сражались бы за меня, чтобы я не был предан евреям. Мое Царство не от этого мира, с этого момента Пилат пытался освободить Христа, потому что в древнем мире человек мог поверить, что человек является Богом. Жена Пилата сказала, «Ничего не делай этому человеку, у меня был сон о нем». Были такие люди в римских кругах, у которых был большой вопрос об Иисусе из Назарета. Они слышали о Его исцелениях, они слышали о Его учении и Его пути, и у них были вопросы. Но, с другой стороны, евреи были уверены, что Он не был Мессией. Они были уверены в этом, убеждены в этом. И мир не изменился сегодня. У людей нет никакого интереса в том, о чем мы говорим сегодня. Они не интересуются этой книгой, и все равно она настолько полна ценной информации и откровения, и знания о Боге. Это ответ для человеческого сердца. Она приносит мудрость. Послушайте, что она говорит. «Люди мудрые будут сиять, как светило небесное. И те, кто обратят многих в праведности, будут сиять, как звезды». Это говорит о том, чем мы занимаемся сегодня. Это мудрость, это жажда помогать людям, это желание быть частью решения, это движение Духа в нашем сердце и уме имеет вечную ценность. Мы будем сиять, как звезды, и будем светить, как светило на небесах, и это грядет». Стих 18. «Ты, Петр, и на этом камне, на этом откровении, кто я, я создам церковь мою». Экклесия. «Вызванные». Это не здание, сделанное руками. Церковь создана из людей, в которых есть Святой Дух, потому что они верят в Христа. И одна из величайших вещей, которые мы видим в миссионерской деятельности, это когда вы с кем-либо, как церковь в Смирне. Господь сказал, «Вы бедны, но вы богаты». У нас здесь есть брат из Индии, пастор Придип из Восточной Индии, и он сегодня вечером поделится в одной из частей служения и покажет слайды. Он драгоценный муж Божий, и люди, которым он служит, это люди богатые, эти люди помазаны Богом, эти люди ищут путь, эти люди ходят с Христом, их жизни не фальсифицированы, и они не без Божьего горючего. Они действуют, действуют, хотя и живут в бедности, но они богаты, они действуют, действуют, они живут в трудности, но они горючие, они наполнены, они удовлетворены. Так же и мы в Америке, если мы внимательны к тому, как Бог строит Его Церковь, посмотрите вот на это, стих 18, «И врата ада не одолеют ее». Что это означает? «Врата ада». Это правительство. В древности, говоря о правительстве, люди употребляли слово «врата». У этого места начальник города или поселения встречал своих главных людей и принимал решение. Это было место правления. Врата ада – это правление ада, зла, которое упорно, постоянно противостоит Церкви. Какой Церкви? Этому камню, который возрастает, чтобы стать горой. Возрастание его правления будет на его плечах. книга Исаии, 9 глава, 6 стих. «И нарекут ему имя, чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь покоя». Все эти слова описывают его природу, и это возрастает. И ад нападает на Церковь, и это постоянно, с использованием всяких методов, инструментов и приемов сатаны. Церковь – это мишень для сверхъестественной атаки демонических сил. Лучший способ, как демоны могут себя выразить, это через атмосферу и через людей. Так показал нам Христос на последней вечере с участием Иуды, что сатана вошел в Иуду. Это путь и метод для сатаны атаковать Церковь изнутри людьми, у которых другой ум, и они не знают, кто этот распятый. Иуда не знал, кто он был. Точно так же Церковь находится под нападками со стороны лидеров, которые не знают, кто есть Христос. Второе послание Петра, вторая, первой. Они распространяют пагубные ереси, отвергаясь Господа, искупившего их. И они учителя. Церковь также под атакой со стороны теологов, которые не верят в божественность Христа, не верят, что он был рожден в Вифлееме как человек-бог. Они не верят в его воплощение, можно было бы назвать их имена, но это не важно. Такое всегда происходило в истории Церкви. Атака на эту личность и на реальность его. Вы не можете познать его. Он Иеремия или я. Отправляйтесь, сделайте Церковь где-нибудь, назовите ее Церковью и делайте все, что захотите. Учите и проповедуйте, что захотите. Вперед! Это все прав. Это ничего не значит в реальном мире Бога. Это часть зла. Поэтому мы не можем просто говорить вещи и верить без того, чтобы нам послужили в реальности Божьего ума. Поэтому апостол Павел так невероятно заинтересован, совершенно направлен на назидание Церкви в реальности тесной связи с главенством Христа. Так говорит послание к Колоссянам 2 глава. Что произошло? После того, как он умер и воскрес, он провел 40 дней и затем он вознесся. Через 10 дней наступила Пятидесятница и произошло необъяснимое. Позвольте мне завершить этим. Никоим образом мы не были бы здесь с этой проповедью или любой верующий в любом месте земли с этой проповедью, если бы это не было истиной, что он воскрес и он послал Святого Духа в этот мир. Это истинно. Другими словами, не было никакой возможности для церкви выжить. Мы читаем это в Деяниях Пятой. Не было никакой возможности, чтобы эти простые, смиренные люди, сокрушенные, неграмотные, необученные, необразованные, немощные, могли увидеть такое динамическое, сильное, продолжительное, постоянное происхождение событий. Это продолжает происходить в 21 веке. Если бы он не воскрес из мертвых, он Христос, и он послал Святого Духа в мир, чтобы явить им, вот кто я есть. Блажен ты, Симон, сын Ионин, плоти кровь не открыли тебе этого. Твоя местная высшая школа не сделала этого. Твоя библиотека не сделала это, и даже твой учитель воскресной школы не сделал это. Но мой отец на небесах сделал это. Да, он может использовать интернет или занятия в воскресной школе, или проповедника на сцене, как сегодня на этой сцене. Да, но я не могу этого сделать. Никто не может это сделать. Но мой отец явит вам, кто я. И это церковь, и она будет расти, и однажды мир сам рухнет. Книга Откровения 19 произойдет почти полное уничтожение всего человечества ядерным оружием и другими средствами, я уверен, и климатическими, катастрофическими событиями, о которых мы читаем в книге Откровения. Но не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Евангелие от Луки 12 32 А также будет день, когда мы будем забраны в восхищение церкви. Это произойдет в мире, где будет увеличиваться зло, и люди будут исповедовать свой путь. Я хочу здесь жить без Бога. Вот и все. Это мантра в мире. Мы не хотим Бога. Мы примем религию любого Бога, но только не этого. Только не Христа. Движение Новый век, это означает все, что захотите, только не Его. Все, что захотите, но только не Его. Не можете. Мы Его враги. Мы мир во тьме, но церковь не во тьме. И это делает нас отличающимися. Поэтому эти два слова проводят разницу между нами и неверующими. Неверующие могут быть замечательными людьми, но если у них нет семени, у них нет Христа, тогда они потеряны. Их добродетель, их поведение, дисциплинированность недостаточно хороши для покрытия греха. На небольшом рисунке, я знаю, что это длинная проповедь, на маленьком рисунке люди думают таким образом. Я сделал вот столько плохого, так что сделаю вот столько доброго, и я одержу победу. Вот так они думают, превосходящее добро, и я пойду на небеса. Еще больше доброго над плохим, Бог понимает. Но ответ, ты плох, но сейчас ты даже не видишь, насколько ты в действительности плох. дай тебе миллион долларов, и увидишь, насколько ты плох. Если не миллион долларов, то дай тебе пустую комнату, и скажи, делай все, что захочешь, и увидим, насколько ты плох. Или пустая жизнь, 70 лет, она твоя, посмотрим, насколько ты эгоистичен. Или успех, посмотришь, насколько ты горд. Или очень хорошую, порядочную жизнь, и увидишь, что в действительности ты думаешь о Боге, сколько ты будешь думать о нем, насколько ты знаешь его, есть ли у тебя хоть немного любви к Богу, ответ, у человека есть семя зла, в нем посредством его греха, и он не всегда живет, насколько возможно отвратительно, но если изменить окружение, изменить обстоятельства, и вы увидите, насколько он плох. Христос с другой стороны был абсолютной благостью без греха. Это требование Бога. И никто не может этого сделать. Никто это не может сделать. Никто не может этого сделать. Это бесконечно. Это количество за пределами количества. Это просто совершенство. Никто, никто не может это сделать. Вы должны родиться от Христа. Вы должны верить и доверять Ему. И Он покажет вам. И Святой Дух явит вам, кто Он есть. И затем вы будете жить новой жизнью. Колеса закрутятся, окна поднимутся. Вы начнете изучать инструкции. О, так мы можем ехать по шоссе. О, да там есть парковка. О, да там есть кондиционер. О, я и не знал, что это обо мне, но Христос показал мне, кто я, что мы больше подобны ангелам, чем животному. мы больше подобны Богу, нежели животному. Аминь. Помолитесь со мной. Если вы здесь и желаете Иисуса Христа в вашей жизни, сегодня ваш день, чтобы сделать такое решение. Почему бы не сделать это временем принятия решения? Почему бы нет? Вы все время делаете решение. А как насчет этого? Почему бы Богу не сделать вам предложение и не ожидать вашего отклика? Почему бы Богу, делающему вам предложение, не сказать, придите ко мне все труждающиеся и обремененные? почему бы ему не сказать вам вы достаточно настрадались? Вы почувствовали гнев, почувствовали скорбь, почувствовали боль, нашел ли вас ваш грех? Вы достаточно виновны? Вы достаточно пусты? Вы достаточно обижены? Вы достаточно измучены щитой вашей жизни без меня? вы жаждете меня, вы желаете меня, и я здесь для вас. Примите меня, поверьте в меня. Скажите в вашем сердце, Иисус Христос, я верю в тебя. Просто скажите это и поднимите вашу руку. Помощники дадут вам буклет. Благослови вас Бог. И с этого дня идите по вере Христа. Вы рождены свыше, как Божье чадо. И Он желает, чтобы вы знали, что вы спасены, вы в безопасности, вы рождены свыше, и у вас есть новая жизнь. Во имя Христа. Аминь.